Здравствуйте дорогие друзья! В этом видеоуроке мы рассмотрим с вами первую вкладку из блока редактирования меню. В нее входят основные функции и настройки программы. Наводим курсор мыши на меню и нажимаем один раз левой кнопкой мыши. После этого перед нами откроется список из нескольких действий. Рассмотрим каждый из них по отдельности сверху вниз. Новый проект. При нажатии на данное действие откроется окно создания нового проекта. Далее открыть. С помощью данного действия можно открывать созданные ранее проекты. Для этого необходимо выбрать необходимый файл и нажать кнопку открыть. Следующее действие сохранить. Сейчас оно не активно, так как изменения в текущем проекте не были сохранены в отдельный файл. Чтобы сохранить проект в отдельный файл необходимо нажать на действие сохранить как. Открывается окно, в котором необходимо ввести имя файла и нажать на кнопку сохранить. И последнее действие по работе с проектами закрыть. Выбирая данное действие программа закроет текущий проект. Для примера рассмотрим как будет выглядеть программа, когда в ней не открыто ни одного проекта. Как мы видим большинство вкладок перестало быть активными и исчезла информация из блока сцен. Далее переходим к настройкам. Настройки проекта. В данном окне можно выбрать имя проекта, а также задать затемнение края. Данная функция предназначена для плавного перехода проекции. По умолчанию стоит 10%. Настройки приложения. Открывается похожее окно при запуске программы. Здесь мы можем запустить программу на другой экран, например на второй. Для этого необходимо снять выделение с первого и нажать на цифру 2, чтобы она загорелась зеленым цветом. Также можно выбрать цвет фона. При необходимости можно изменить язык интерфейса программы. Данные настройки предназначены для разработчиков, и переключать их без крайней необходимости не рекомендуется. Далее, выбирая пункт лицензия, нам будет доступна информация о программе. Версия программного обеспечения, статус, ID компьютера и лицензионный ключ, который был сгенерирован на его основе. Также количество экранов, на которых может работать программа, и ее срок действия. Кроме этого, в данном окне можно ознакомиться с лицензионным соглашением. При выборе справки, откроется инструкция пользователя программы. Вернемся в программу и разберем последние действия. Свернуть позволяет сворачивать программу. Кнопка «Выход» позволяет закрыть приложение. Также, перед выходом, программа предложит сохранить изменения. На этом данный видеоурок окончен. Увидимся с вами в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok